Три месяца юные хоккеисты боролись за кубок Андриана Николаева в рамках школьной хоккейной лиги. Всего в матчах ШХЛ приняли участие 16 команд. Лучшие встретились в финале на льду дворца Чебоксар-арена. Кому достался главный трофей соревнований в нашем следующем сюжете. Школьная хоккейная лига в этом году в Чебоксарах стартовала впервые. Дебют удался. Проект городской администрации понравился как спонсорам, так и спортсменам. Уже одно то, что за них болеют, они забивают. Причем проводят какие-то комбинации, это уже говорит о том, что мы чего-то добились. Что касается перспектив, то мы думаем, что в следующем сезоне мы обязательно расширим этот проект как минимум в два раза и доведем количество команд до 32. Все команды, боровшиеся за кубок дважды героя Советского Союза Андриана Николаева, были разделены на два дивизиона. «Восток-3» и «Союз-9» в честь названий кораблей легендарного космонавта. Учащиеся получили экипировку и необходимый инвентарь. И главное, в столицу республики стали возрождаться дворовые хоккейные площадки. В 2015 году мы построили пять коробок новых, оснащенных, современных. На следующий год, на следующий сезон тоже планируем это сделать. В этом же году получается 16-17 сезон школьной хоккейной лиги. Ну и будем содержать тренеров, будем активно помогать этим командам. В матче за третье место дружина 50-й школы обыграла команду 4-го лицея. В противостоянии за первое место школьной хоккейной лиги скрестили клюшки команды 62-й школы «Буран» дивизиона «Восток-3» и «Тигры» из второй школы дивизиона «Союз-9». Болельщики поддерживали одинаково каждую из команд. Однако, как и «Ракета «Восток-3»» вышла в космос раньше «Союза-9», так и представители этого дивизиона первыми начали атаковать ворота соперника. С преимуществом в три очка победу одержали хоккеисты «Бурана» со счетом 5-2. Мы не боялись соперника и были уверены, что мы выиграем. Я хочу, что в следующем сезоне мы играли еще лучше. В течение сезона игралось хорошо. Мы сыграли с многими командами. С каждой игрой было немного тяжело, но мы смогли победить. Я хочу участвовать в следующем году, чтобы помочь в команде. Хочу, чтобы моя команда выиграла везде, и мы получали кубки. Конечно, победа не главное. Однако, получать кубок Андреяна Николаева – дело очень почетное. В качестве награды все призеры Школьной хоккейной лиги получат шанс побывать на играх Континентальной хоккейной лиги или на Кубке Гагарина. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.